Этой школе больше 30 лет. Станичная она только по местоположению. По числу учеников, а их без малого 1700. Не уступает любой городской. В мае глава Анапы вместе с директором школы прошел по поврежденным классам и принял решение о капитальном ремонте. По словам Юрия Павелко, разрушения произошли, когда из пруда ушла вода. Осадка грунта повлекла за собой губительные для здания последствия. Вот в этом кабинете, например, полы были провалены почти на целый метр. Потом я покажу. Трещины, вот эти вот стены все были демонтированы. Вот эта вот стена была демонтирована. Поставим новая стена. Потому что были там трещины такие, которые были калорийно опасны. Сам каркас школы, он крепкий. Он стоит на фундаменте, на пятаках. И вот на всех, на ригелях, на всем вот этот весь каркас зеркался. Только про стенки, которые инициальные полы все осели. Поэтому пришлось разобрать все перегородки, демонтировать все полы. Юрий Алексеевич сетует только об одном. Решение о ремонте принято весной, но закон суров. Цена образования, аукционы отняли много времени. С родителями провели собрание, а для детей создали все условия, чтобы учебный процесс для них остался комфортным. Ремонт идет в одном крыле школы, в классах по ОБЖ и технологии. С той стороны будет доска. Будут здесь парты. Несколько для того, чтобы теоретическую часть. Тут будут также стоять свесарные и столярные столы. Герстаки точнее. Здесь отгородили вот эту специальную часть. Вот в этой части будут стоять станки. Нареканий к графику рабочих у директора нет. Стараются максимально использовать время, когда учеников в школе нет. А вот у главы Анапы к подрядчику нашлись серьезные замечания. Во время рабочего объезда Сергей Сергеев сделал остановку в 12-й школе. Бросились в глаза захламленная строительным мусором территория и кое-как установленное ограждение. Ссылки на загруженность рабочих, нехватку времени мэр Анапы не принял. Заместитель директора фирмы Югстройсервис Александр Сопрыкин гарантировал, что приведет в порядок школьный двор. Здесь у нас, так сказать, и своя бригада, и наемники. Да мне это неинтересно. Должна быть, я вам еще раз говорю. Огорожена территория, должна быть культура производства. А мы с вами сейчас говорим об элементарных вещах, которые не соблюдаются. И выясни, кто технодор осуществляет. Когда он здесь в последний раз был? Или они? Да, да. Давайте ругаться не будем. Чтобы сегодня вот это все было вывезено. Нанимайте транспорт, выводите людей, вычищайте. Вы вот этим пионерам должны показывать, как должно быть. Понимаете? Согласен. Не пойдет. Ремонтируется и фасадная часть школы. Рабочие учли требования программы «Доступная среда». Новые двери шире, построен пандус. Новую плитку положили на ступенях, а на территории перед школой скомбинировали часть плиточного покрытия и мраморную крошку. Вокруг спортивной площадки запланировали сделать беговую дорожку и благоустроить участок, где установлен турниковый комплекс.